Добрый вечер! Снова ночь нокаутов на НТВ. Как всегда, лучшие бои, лучшие бойцы, самые громкие имена и самые громкие нокауты. Сегодня и в последующих программах тяжеловес Алекс Гарсия, бою против гиганта Уайта. Дерек Гейнер, по кличке Смок, как угодно можно перевести, дым или копченый. Дерек Гейнер и золотой мальчик, Оскар Дилахоя, начало карьеры. Ну, а для начала посмотрим на этих бойцов. Руиз справа и Сатье слева. Обратите внимание на левый удар этого Сатье. Смотрите внимательно. Вот что можно сделать простым левым прямым. Короткий жесткий джеб точно в подбородок. Но ничего еще не кончено. Второй раунд. Руиз в атаке. Зазевался Сатье. Даже трудно посчитать, сколько ударов Руиз нанес в этой комбинации. Сатье не сдается. Третий раунд. Но, видно, крепко его встряхнуло. Потому что он прозевал и следующую атаку Руиза. Нет, Сатье уже не побьет счет, как говорят американцы. Все-таки встал. Но ненадолго. Это был всего лишь один удар. Длинный правый. Точно цель. Когда я сказал, что не побьет счет, я уверен, что был прав, потому что рефери не должен был продолжать бой. Сатье уже ничего не соображал после того нокдауна. Победа техническим нокаутом. Фисус Руиз. Тогда у него 10-0 был список послужной. И 10 побед нокаутом. Саул Мамби против Гэри Хинтона. Очень интересный бой. Самое интересное, это возраст боксеров. Саулу Мамби, вот он на ваших экранах. В то время было уже 42 года. Гэри Хинтон vs. Саул Мамби. В нашей первой бою, два премьера-жиньора-жиньора-жиньора-жиньора-жиньора, сейчас кампанирует с Велдеуэкс. Оба были чемпионами мира. Вот Гэри Хинтон в атаке. Очень хороший боксер Расчетливый, быстрый и уверенный Самое главное это быстрота Как бы быстро не действовал противник Я буду действовать быстрее У Мамби Или Мамби Очень долго на ринге Просто невероятно долго Знаете, намного серьезней Такой вопрос Сила может быть и слабостью Ум, вот самое главное в ринге И благодаря расчетливости и уму Я так долго на ринге нахожусь Вот вам, пожалуйста, сколько лет каждый был на ринге Джек Джонсон, 28 лет Йонг Карбетт, 40 Представляете? Джордж Форман, тогда еще не сошел с ринга Роберто Дюран, кстати говоря, до сих пор на ринге И Мамби 42 года Мамби Хинтону 32 Тоже не молод, далеко Надюем выше Хинтон Напоминаю, оба были чемпионами мира В первом полусреднем весе Это вес до 63,5 килограммов Вес, кстати, Кости Цзю Я все время об этом напоминаю Для того, чтобы у вас была возможность сравнить этих бойцов И оба очень хорошие боксеры Прежде всего боксеры Никто из них не делал ставку на удар Хотя бить умели оба 38 побед у Соло Мамби 21 поражение 16 побед нокаутом И 6 ничьих Да, экс-чемпион мира по версии WBC Его звали по-разному То Саул, то Сол А вот и Гэри Хинтон 29 побед Один с нокаутом 4 поражения всего лишь Две ничьих Был чемпионом по версии IBF В этой же весовой категории Этого бой долго ожидали Они были уже на сходе Казалось мало, что можно увидеть в исполнении людей Одному из которых уже пятый десяток шел Однако, давайте посмотрим Мамби в синих трусах Хинтон левша Все прекрасно понимали, что это будет тактический матч Если вы посмотрите внимательно Мы видим, что наблюдается эдакая взаимная охота Пока что Хинтон прессингует Поддавливает, как говорят боксеры Очень часто уходит Вниз Вниз, влево от себя Казалось бы Отличная позиция для атаки Левой снизу в туловище Что он и делает Два хороших левых пропускает Мамби Вот опускать переднюю правую руку Охинтону, но никак нельзя Потому что Хлесткий крюк Мамби Уже который раз достигает цели Ну, основное оружие Боксера Правши Это его правая Понятное дело К этому моменту бой перешел Видите в какую фазу Бокс кончился Началась рубка Мало кто действует комбинациями Сериями ударов Каждый всаживает Каждый отдельный удар Поцел Вот так все это и шло До восьмого раунда Чуть не упал сейчас Мамби Пропустив вот этот Сильный левый И тут уже Пожилой Мамби Идет ва-банк Конец раунда Видит цель Мамби И наносит Классический правый удар И вот на этот раз Вот этот правый Достигает цели Мощный Хлесткий Удар справа С удивлением Каким-то на лице Встает Хинтон И правильный рефери Прекращает бой Никаких возражений Со стороны противника Со стороны Хинтона Вот так Долгожитель профессионального ринга Саул Мамби Подтвердил свой высокий статус С очень серьезным противником ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И снова победа техническим нокаутом Саул Мамби. А на подходе у нас еще один интересный бой. Майк Уайт против Алекса Гарсии. Двухметровый, по-моему, даже больше двух метров. Уайт против Алекса Гарсии. Ламар Паркс против Гилберта Баптиста. Ламар Паркс – это боец, которого опасались практически все его весовой, средней категории. Это был очень опасный нокаутер. Ламар Паркс has risen to number one contender at the age of 23. К тому времени он занимал первые строчки во всех рейтингах. В основных версиях его считали главным претендентом на титул чемпиона мира. И тем не менее он потерпел одно поражение от Реджи Джонсона. И Ламар Паркс сейчас говорит о том, что он извлек урок из этого поражения. Я сейчас не буду делать ставку на удар. Я буду идти на то, чтобы получить большинство голосов судей. Вот что я буду делать. Да, действительно, он по-прежнему считается самым главным претендентом на мировой титул. Я должен быть чемпионом, говорит Ламар Паркс. Да, Баптист может меня побить. У него есть все для этого качества, кроме одного. Я быстрее. На более высокой скорости будем действовать, чем он ожидает. Баптист атлетичный, мощный, с сильным ударом. Терри Норрис и Бернард Хопкинс испытали силу его ударов в свое время. Он проигрывал бои по очкам, но удары его опасались все. Знаете, можно, конечно, стать чемпионом у вас на заднем дворе. Я, в принципе, и начал с этого. Я был чемпионом в штате Калифорния. Я был чемпионом по версии N-A-B-A, Североамериканской Ассоциации Соединенных Штатов. И тем не менее, за последние четыре года моя карьера привела меня вот на этот уровень. Последняя фраза Баптиста в интервью была «Я могу драться». Баптист старше своего противника, но четыре года. Паркс повыше ростом. У них одинаковая длина рук. Итак, красный угол. Мои дорогие друзья, говорит ринг-анонсер. 27 побед. Баптиста 15 поражений и 12 побед нокаутом. Большой опыт. Он из Сан-Диего, штат Калифорния. Не очень любили Баптиста. Зато все любили Ламара Паркса. 25 побед, 19 нокаутом. Было у Ламара Паркса тогда всего лишь одно поражение. Вот то самое, от Реджи Джонсона. Вся аудитория горой стоит для Ламара Паркса, как видите. Девятый раунд. Баб, Гилбет, Билл, Дэвид, вы получили свои инструкции. Я хочу делать хороший, чистый плей. Когда я тебе скажу на разогревание, я хочу, чтобы вы поднимались с двумя ногами. Убейте свои руки на все время. Боя счастья на двумя. Шик, руки на все, и обратно к вашему боку. Девятый раунд. Очень ровный был бой. Мощный атлетичный Баптист вбивает в цель каждый свой удар. Паркс подбирается противнику так вкратчиво. Паркс выбрасывает комбинацию очень четкую, быструю. Вблизи Паркс здорово ориентируется. Десятый раунд. Такое ощущение, что Паркс бьет без акцента, как и обещал. Он хотел выглядеть боксером, а не панчером. И это ему удается. Очень разнообразно действует Паркс. Баптист по-прежнему предлагает силовой вариант. Сближается без ударов и нарывается нахлесткий удар справа. Но Паркс бьет сейчас просто как по мешку. По целу. Слышите, тренер кричит, левый крюк, левый крюк. Это подсказка Баптисту. Да, крепкий парень был этот Баптист. Столько ударов пропустить. Он идет в угол пошатывать. Тренер раздражен. Ты не устал. Ты должен нанести сильный удар. Мощный удар. Он не вытерпит. Не выдержит. В принципе, понятно, почему такая установка. Баптист. Боксер вообще малоударный. Расчет только на мощь. А Паркс выбрасывает потрясающую комбинацию. Хлесткий левый снизу в туловище в область печени и кросс справа в голову. Мало кто бы выдержал такую бомбежку. Совершенно односторонний бой. Паркс хозяйничает как хочет. Сколько радости в углу Паркса. Никто не ожидал такого исхода. Все предполагали, что Аламар Паркс может обыграть противника. Но чтобы так с ним расправиться. Вот это комбинация. Еще один правый удар бросает Баптиста на канаты. Вот после этого удара, если вы заметили, на ринг вылетело полотенце. Отказ от боя со стороны штаба Гилгарда Баптиста. Но бросок этот немножко запоздал. Ламар Паркс стал чемпионом по версии WBC континентальным чемпионом. Питер Кемпту. Это дебютанты. Четыре раунда. Боя. Питер Кемпту. Полулегкий вес до 57 килограммов или 126 фунтов. Скотт Бак 5-1 у него рекорд. Пять побед, одно поражение. Скотт Бак Белых трусах. Кемпту. Атака. Два удара на скачке. У Бака такая любительская манера немножко. Он стоит высоко, прямо. Легко как будто уходит. И однако умудряются как видите всадить таки в нужный момент четкую комбинацию. Скоростенькая двоечка. Кемпту. Видите, как у дебютантов быстро дела делаются. Чистая победа нокаут. Пять бак. Субт Бакс. Субт Бака. Субтитры сделал DimaTorzok